На тотальном диктанте волнуются все. И студенты, привыкшие к любым экзаменам, и школьники, для которых диктант – классная работа. Что уж говорить о тех, кто за партой последний раз сидел лет 30-40 назад. Для многих русский письменный так и остался предметом в расписании. И готовясь к испытанию грамотности, пришлось достать с антресолей Томи Крозенталя. Первый раз я не готовилась, просто пришла, написала, получила свою законную двойку, причем не допустила ни одной орфографической ошибки. Даже меня отметили на сайте на городском. Правда, без упоминания фамилии. На следующий год я подошла уже более основательно, ходила, занятия. Тотальный диктант – это своего рода феномен. Казалось бы, зачем по доброй воле идти на экзамен? Ведь красный диплом за пятерку не дают. Тем не менее, каждый год в аудиториях не протолкнуться. Только в областную библиотеку пришли 130 человек. Пришлось открывать еще один зал. Я надеюсь на четыре, потому что я довольно-таки хорошо знаю правила русского языка, и у меня никогда не было с этим проблем. В следующем году я буду сдавать экзамен, и мне было интересно, что это за обстановка, и чтобы меньше волноваться. Мне важно проверить свою грамотность. В предыдущие годы я написала на четыре. Ну, в этом году, конечно, очень хочется оценку улучшить, но показалась пунктуация сложной, так же, как и в прошлом году. Поэтому вытянув там новооценку выше или нет, пока не знаю. В Липецке тотальный диктант писали на трех площадках. В назначенный час за ручки взялись 300 человек. В этом году им предстояло без ошибок записать отрывок из книги «Древний, древний, древний мир» Андрея Усачева об истории Олимпийских игр. А чтобы богам сподручнее было наблюдать за перипетиями соревнований, обратите внимание на слайд, как пишется слово «перипетиями». В меру сложный. В основном сложность, скорее всего, вызовет пунктуация, потому что очень много вариантов расстановки знаков припинаний. Но для проверяющих специально есть указания, где считать за ошибку тот или иной знак припинания, а где можно считать это неошибочным. Проверять тексты будут преподаватели русского языка и студенты филфака. Первые результаты будут известны уже 20 апреля. Ольга Родин, Алексей Великанов, Липецкое время.